Библейский портал экзегет.ру представляет Они как-то не к месту Предыдущие 11 глав С чего они состояли Сначала обращение К семи малазийским церквам Что не все у них в порядке Надо измениться Потом введение Про печати, про трубы Ангельские Все время что-то новое открывается И чем дальше, тем хуже Тем больше бедствий Тем страшнее эти бедствия Тем больше людей вовлечены в них И, наконец, в предыдущей 11 главе Мы читали про седьмую трубу Когда воцарился Господь Вот все это закончилось Наконец-то, можно надеяться И Господь царствует на земле Во всем своем народе Вообще во всей вселенной Ну и очень здорово И 12 глава, наверное, должна бы Начинаться с триумфа этого царствования На небе появилось поразительное знамение Женщина, одетая в солнце У которой под ногами была луна На голове венец из 12 звезд Ну да, вот прекрасный образ Ну и мы начинаем сразу думать Наверное, это церковь Потому что вот у нас В 11 главе был упомянут Распятый в городе Иерусалиме И с его распятием Появляется на земле церковь Очень хорошо, прекрасно все Она была беременна И кричала от боли Потому что у нее начались родовые схватки Как разве это не конец? По-моему, нужно заканчивать здесь Вот в 11 главе все, победили Оказывается, война только начинается И даже главный противник еще не явился Потом на небе появилось другое знамение Огромный красный дракон С семью головами, десятью рогами И семью венцами на головах Его хвост увлек с небес Третью часть звезд И сбросил их на землю Так вот, одним мановением хвоста Третью часть звезд уничтожил Конечно, тогда были представления о мире Немножко иные, чем сегодня Звезды понимались Как некие светильники На небесной тверде Дракон встал перед рожавшей женщиной Чтобы сразу проглотить ее ребенка Как только он родится Женщина родила сына Младенца мужского пола Которому предстоит править Всеми народами Железным скипетром Ребенок был взят к Богу И его трону А женщина убежала в пустыню В место, приготовленное для нее Богом И там ее кормили В течение 1260 дней То есть, смотрите, получается Что главный все-таки дракон Да? Женщина, ну, как-то избегает опасности Но ребенка забирают сразу к Богу Она не может его воспитывать нормально Сама она бежит в пустыню То есть, в этом Все на стороне дракона сила Дракон, собственно говоря Определяет, что произойдет Но, может быть, ему не все удается Но совершенно точно Он не даст этой женщине Вот, одетой в солнце Настоящее на Луне Не даст ей нормальной жизни В этом мире Это что такое? Это гонение на церковь? А кто тогда ребенок? Ну, очень хочется подумать Что ребенок — это Христос Но не церковь же порождает Христа А некоторым образом наоборот Тем более, что О крестной смерти уже сказано В 11 главе Кто этот ребенок, которого она породила? Некий особый праведник? Вот, толкований много Вы знаете, мне кажется Мы не знаем до конца, кто это Но я бы сказал Это каждый из нас То есть, церковь — это не просто Некий застывший институт А церковь — это не просто великолепие Одетая в солнце Под ногами луна Вокруг звезды Это жизнь Это жизнь Это появление новых людей В этой церкви Вот эти роды, которые происходят постоянно Которые дракону очень не нравятся И дракон обладает силой Она нет Она бессильна В смысле, в котором силен дракон То есть, у нее нет железных там Рогов, зубов Каких-то особых когтей Она слаба Вот по своей природе Но она сильна, потому что она с Богом И когда дракон нападает на нее Как-то оказывается все хорошо То есть, не все гладко, но все хорошо На ними началась война На одной стороне сражались Михаил и его ангелы Но Михаил, как некий архангел Причем архангел — хранитель еврейского народа Такое было представление А на другой стороне воевал дракон со своими ангелами Ну, тут становится понятно, что дракон — это не просто какой-то зверь Что это некая духовная сущность, причем очень мощная Но дракон оказался недостаточно силен И он со своими ангелами потерял свое место на небесах Смотрите, церковь победить дракона не может Она может спастись от него И то силой Божьей Дракон побеждается ангелами Очень часто в истории христианства были попытки Воинствующего Такого вот крестоносного наступления на силу зла В общем-то, оборачивалось все, как правило, тем, что зло Трожествовало в самих крестоносцах А здесь нет Церковь может всего лишь выжить А вот победить его могут только ангелы Этот великий дракон — древний змей, но есть кто еще не догадался Которого называют дьяволом и сатаной Он, обманувший весь мир, был вместе со своими ангелами сброшен на землю Вообще, как житель земли, я протестую Нельзя его куда-нибудь в другое место убрать Отчего его сразу к нам? Я тогда услышал в небе громкий голос, который произнес Наступило спасение могущества и царства нашего Бога Власть теперь у его братья У его Христа Обвинитель наших братьев, обвинявших день и ночь перед Богом, низвержен К нам на землю Спасибо большое У вас там на небе царство нашего Бога Власть у Христа, а у нас дракон И что мы с ним будем делать? И как нам с ним дальше жить? А вот это тоже очень интересная вещь Нам все время хочется такой окончательной победы Вот добро победило зло И теперь мы наслаждаемся результатом Живем спокойно, ничего не делаем Зло навсегда исчезло, а вот нет То есть получается, что это событие не столько далекого будущего Неизвестно, когда происходящее в какие-то грядущие времена Сколько события, может быть, далекого прошлого Про восстание сатаны против Бога, его низвержение И он остается действовать на земле А может быть, это описание того, что вообще происходит Вот есть добро, есть зло У зла не хватает силенок добро победить Но зло не исчезает после победы Над ним зло остается на земле И хотя на небе царство Бога Но здесь-то дракон в полной силе Что с этим делать? Обвинитель наших братьев низвержен А вот оказывается, что тот, кто братьев выставлял виновными Вот, ну, нас с вами Вот он низвержен не просто некая сила зла А вот та сила, которая нас называла злом Они победили его кровью ягненка И словом своего свидетельства ягненок Я напомню, это образ Христа Лев и одновременно ягненок как бы закланный Они не жалели жизни и не страшились смерти Потому радуйтесь небеса и те, кто живет на них Вот люди, которые кровью Христа побеждают дракона Не жалели жизни и не страшились смерти Видимо, ценой собственной жизни Помимо всего прочего Вот только им дана окончательная победа А мы с драконом Но горе земле и морю Потому что к вам сошел дьявол Он полон ярости И как знает, что ему уже осталось немного времени Да Радостного мало для нас с вами Наша борьба продолжается И она, наверное, продолжается не в первом веке Не в тридцать первом веке До которого нам с вами не дожить Не в сто тридцать первом веке До которого мы еще не знаем Земля доживет ли как планета или нет Она продолжается все время Вот победа над злом Существует в жизни конкретного человека Конкретной общины людей Борьба дракона и церкви Пока этот мир существует, происходит Я понимаю это так Когда дракон увидел, что он сброшен на землю То чем бы ему заняться Он стал преследовать женщину, родившую мальчика Женщине были даны два огромных орлиных крыла Чтобы она смогла влететь в место Приготовленное для нее в пустыне Там ее кормят в течение года Двух лет и еще полугода В недосягаемости дракона Вот период безопасности В нашей стране, например Были всевозможные гонения в 20 веке Против веры, против церкви А были периоды относительной безопасности И когда эти периоды наступали, оказалось, что Ну что, все так и хорошо будет Никто не будет трогать, никто не будет обижать Потом проходит какое-то время Оказывается, нет, это было на время То есть, эта борьба происходит постоянно Просто в ней есть разные стадии В ней есть активная фаза И есть фаза такого перемирия Змей выпустил из своей пасти поток воды Словно реку, чтобы женщину унесло эту реку Она же в пустыне, там как раз воды мало То есть, он как бы даже вроде благодетельное действие совершает Но вот и дар от дракона, он страшен, он губителен Но земля помогла женщине Она раскрылась и поглотила реку Которую дракон выпустил из своей пасти Дракон пришел в ярости за женщиной И пошел в военную других ее детей Те, кто соблюдает повеление Божье И несет людям свидетельство Иисуса То есть, смотрите Сама природа помогает женщине Избежать нападения дракона В общем-то, дракон женщине ничего сделать не может Как не пытается А ее детям да Вот если женщина церковь, а дракон это сатана Это очевидным образом так То дети женщины, это мы с вами И становится понятно, что победить нас дракон может Победить церковь нет То есть, человек, который христианин Он подвержен всем абсолютно опасностям Но церковь, невзирая на эти опасности На эти возможные потери На возможную гибель своих детей Церковь как церковь остается Сохраняется И вот дракон встал на берегу моря На этой загадочной фразе заканчивается 12 глава Понятно, что дальше произойдет что-то Еще более значительное, чем в этой Насыщенной главе про драконов Но что хуже дракона Что может быть еще сильнее О чем тогда говорится в 13 главе Узнаем Продолжение следует... Продолжение следует...